Век, который с детства любил природу. Он работал лесником и ежедневно проводил время в лесах, обожая наблюдать за дикой жизнью и заботясь о животных. Александру было немного за сорок, и он жил один, но его сердце было полно любви к окружающему миру. Однажды ранним утром, во время одной из своих привычных прогулок по лесу, он услышал громкий шум, исходящий из густых зарослей. Выходя на поляну, он увидел удивительную картину. Прямо перед ним находился медведь, который, казалось, попал в ловушку. Огромная лапа животного была зажата в металлической капкане, и медведь с болью и яростью пытался освободиться. Дело обстояло серьезно. Старые капканы часто оставались на территории, несмотря на запреты, и порой они становились причиной серьезных травм для лесных обитателей. Александр замер. Он знал, что медведь это дикое и непредсказуемое животное, но он не мог оставить его в беде. Мужчина осторожно подошел поближе, стараясь не напугать зверя. Медведь, заметив его, поднял голову и посмотрел с выражением большой боли и страха в своих глазах. Несмотря на свою огромную силу, в этот момент он выглядел беззащитным. Александр вспоминал, что читал о том, как успокоить диких животных. Он начал тихонько разговаривать с медведем, выражая свою поддержку и понимание. «Я пришел помочь тебе», промолвил он, медленно вытянув руки вперед. Медведь замер на месте, его дыхание стало более ровным, и он принял более спокойную позу. Собравшись с духом, Александр принял решение, он должен освободить медведя. Он всегда носил с собой небольшой инструмент для работы в лесу, и сейчас это было очень кстати. Мужчина подошел к капкану, стараясь не делать резких движений, чтобы не напугать животное. Теперь, когда медведь успокоился, он мог работать быстрее. Он крепко держал капкан, пока стараясь осторожно освободить лапу медведя. Медведь не отзывался на его действия, только смотрел на него, как будто осознавая, что этот человек пришел с добрыми намерениями. Наконец, после нескольких напряженных моментов, капкан раскрылся, и лапа медведя была освобождена. Александр отступил назад, наблюдая, как медведь начинает медленно вставать на свои лапы. Казалось, что свирепые глаза зверя были полны благодарности. После того, как медведь пришел в себя, он обернулся к Александру, и, казалось, между ними возникла некая связь. На мгновение время остановилось, и мужчине показалось, что они поняли друг друга без слов. Затем медведь, здороваясь, повернул и исчез в лесной чаще, оставляя за собой лишь углубленные следы на земле. Александр вернулся к своему дому полон эмоций и ощущений. Он чувствовал, что сделал что-то важное не только для этого медведя, но и для себя. Этот случай стал для него отражением его жизни, он всегда боролся за тех, кто не может за себя постоять, и делал все возможное, чтобы сохранить гармонию в природе. С тех пор, каждый раз, когда он гулял по лесу, он чувствовал, будто медведь присматривает за ним, как будто между ними возникла невидимая связь. Эта история вдохновила Александра продолжать свою работу и стать еще более преданным защитником леса и его обитателей.